Рак прямой кишки, психосоматика данного симптома. Чаще всего про что это? Это про невозможность избавиться от какого-то грязного куска. Это если условно говорить. Что значит грязный кусок? Это неприятная ситуация, в которую человек влип, либо влип какой-то близкий человек, этого человека, у кого этот симптом начался. И вы переживаете сильную злость, и при этом ситуацию приходится решать, приходится с ней жить, что-то делать, но от неё невозможно отмыться, от неё невозможно, человек так воспринимает, избавиться. И знаете, такая ситуация с душком, вот так мы это назовём. То есть, например, кого-то несправедливо в чём-то обвиняют, и человек не может избавиться от этой ситуации или от этих обвинений, либо ещё что-то, там вплоть до того, что человек может попасть в тюрьму или ещё куда-то из этой ситуации. Либо человека в чём-то ущемляют. Кто-то кого-то обманул, и сильное переживание по этому поводу. Обман может быть даже в плане, например, наследства. Обман может быть в плане имущества, каких-то мошеннических действий, ещё что-то. Ещё один пример, например, сын пациентки попадает в плохую компанию и оказывается замешан в плохих делах, и на него заводят судебное дело. Пока его мама находится в активной фазе переживания, в злости, в ощущениях, что непонятно, как теперь от этого избавляться, она находится в активной фазе конфликта. В этот момент происходит усиление функции, рост опухоли происходит. И сначала это не чувствуется, не обнаруживается. И какой там биологический смысл телесный? Это лучше переварить, лучше усвоить застрявший кусок-злость за счёт увеличения количества клеток кишечника. И в фазе восстановления происходит воспаление, воспалительный процесс. Могут диагностировать как абсцесс ануса, некротический распад опухоли, может быть температура, может быть ночное потение, слизи в стуле, понос. Вот такие вот симптомы. И тогда уже обращать внимание, что что-то там происходит, что-то происходит в прямой кишке. Поэтому опухоль растёт в активной фазе переживания и распадается, когда немножечко ситуация уже решена или отпущена, или основной стресс позади. И сюда же можно отнести глубокий геморрой. Не поверхностный, а глубокий. Там та же самая теория идёт психосоматики. Пример приведу. Например, значит, умирает бабушка, родственники должны вступать в наследство. И одна из родственниц вдруг узнаёт, и эта ситуация её шокирует, что её хотят лишить наследства или каким-то образом. В общем, она к этому наследству не имеет никакого отношения. А она была уверена, что имеет. Испытывает сильное переживание, злость, невозможность переварить эту грязную ситуацию, невозможность её отпустить. Понимаете, она даже, может, её уже и переварила, но её отпустить не может. И там идёт тогда... То есть она находится в активной фазе переживания. Идёт рост клеток. А потом, допустим, каким-то образом человек успокаивается или отпускает ситуацию, или мирится с родственниками, или там что-то где-то кто-то подвинулся и выясняется, что не всё так плохо. У человека начинается фаза исцеления с соответствующими болями разными и симптомами. И тогда выясняется, что, оказывается, переживания уже таким образом сгрузились в тело. А геморрой поверхностный, там чуть-чуть другое. Про это я расскажу в следующем видео. Какая возможна терапия при тех симптомах, о которых я рассказала? Абсолютно такая же психотерапия, работа с психосоматикой, как с любым другим симптомом. Мы с помощью специальных техник, мы это психологи, погружаем клиента в лёгкий транс, находим ситуацию вместе с ним, когда и какие переживания именно запустили, такой симптом в теле, давно ли, с кем или с чем это связано. Прорабатываем это психотерапевтически, психологически. И, как бы, во-первых, первое осознание уже имеет 20% успеха, потом ещё определённые проработки, и тело начинает постепенно восстанавливаться. Но здесь надо понимать, да, что в фазе восстановления могут быть различные неприятные симптомы, и, возможно, даже потребуется какое-то время на восстановление ткани, а, может быть, даже нужно будет какое-то хирургическое вмешательство, чтобы там помочь, ну, что-то где-то, может быть, почистить, удалить или медикаментозно себе помочь и так далее. Но это уже дело врачей. Наша задача – разобраться психологически, потому что бывает, что люди вот с этим, например, геморроем внутренне мучаются, десятилетиями живут, и у них там и щипет, и кровь идёт во время стула, и так, ну, вместе со стулом и так далее. То есть очень неприятные ощущения. Поэтому здесь надо проработать психологически, а потом уже смотреть, если нужна ли помощь ещё и медиков. Ну, вот как-то так. Сколько нужно консультаций – это я никогда не могу сказать. Сколько, точнее, часов нужно на работу. Я всегда говорю – хотя бы один час, хотя бы. За час мы точно узнаем причину и точно частично успеем её проработать. А с некоторыми, может быть, и не частично, а полностью. Всё очень по-разному. Поэтому найдёте мои контакты на моём сайте natali-korobkova.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok